Здравствуйте, дорогие любители восточных шахмат! Сегодня мы с вами изучим элементарный эншпиль с полной защитой у обороняющейся стороны. Полной защитой в сянцы называют сочетание двух слонов и двух советников, максимального набора защитных фигур. Соответственно, сочетание атакующих фигур, способные пробить полную защиту независимо от позиции, мы называем мегамолекулами. Теперь, я думаю, вам понятно, почему мы назвали данный урок «мегамолекулы против полной защиты». Но у вас может возникнуть другой вопрос. Почему мы пропустили эншпиля с тремя защитными фигурами? Дело в том, что мегамолекулы – это абсолютно универсальное атакующее сочетание фигур, которые пробивают не только полную защиту, то есть комбинацию четырех защитных фигур, но и защиту из трех, двух и меньшего числа фигур. Поэтому мы обязательно вернемся к эншпилям с тремя защитными фигурами в следующих уроках, но знание мегамолекул намного облегчит вам их усвоение. Теперь давайте ответим на вопрос, какова специфика борьбы в эншпилях с полной защитой. Во-первых, все первичные молекулы победы, которые побеждают голого короля, отваливаются в данном типе окончаний. Полная защита обладает всеми полезными свойствами ранее изученных защитных сочетаний. Давайте освежим в памяти судьбу всех первичных молекул победы. Пешка начала пробуксовывать уже на одном советнике. Конь не мог справиться с одним слоном или двумя советниками. Что касается атакующих сочетаний пушки и советника, а также двух пушек, они не могли преодолеть защитные редуты, воздвигнутые двумя слонами. И, наконец, самая сильная из первичных молекул победы, ладья, пробивает все виды обороны, кроме полной защиты. Но даже здесь, при плохом расположении фигур соперника, она имеет определенные шансы. С таких эншпилей мы и начнем наш сегодняшний обзор. Если король слабейшей стороны стоит на троне, то есть на своей начальной позиции, а защитные фигуры заземлены, то есть образуют либо одностороннюю, либо разностороннюю защиту, то на доске стопроцентная ничья. Ладья здесь не имеет ни одного шанса из тысячи. Черные просто совершают вжидательные ходы, и у красных нету никакого направления для атаки. Если же король смещен на ребро, а позиция защитников взъерошена, то красные могут украсть победу. В основе выигрыша в данной ситуации лежит тот же механизм, что и в эншпиле ладья против двух советников. Вот еще один пример. Слоны черных не заземлены, поэтому их король не может так просто убежать на трон, потому что ладья даст шаг, и он будет вынужден подняться на горловой ряд. Черные пытаются заземлить слонов, но мы привязываемся к советнику в горловой точке, и теперь король не может убежать вниз из-за потери советника на связке. Черные наконец-то заземляют слона, но здесь это им уже реально не помогает. В ожидательный ход черные вынуждены поднять слона, и красные нападают на него, пытаясь с темпом перевести ладью на левый фланг. Черные не пускают ладью, оставляя слона на берегу реки в качестве шлагбаума. Тогда красные берут под контроль донный ряд, опять же не давая королю переместиться на трон. Черные не пускают красную ладью на левый фланг, иначе это верная гибель. Но теперь конструкция черных разрушена, и у красных есть свободный темп. Пока черные восстанавливают свой бараний рог из советников, красные перемещаются на левый фланг и теперь выигрывают с помощью того же механизма, что в Эншпиле ладья против двух советников. Черные слоны выполняют роль статистов, и красные просто съедают советников горловой точки. Еще один пример, где черные избегали построения бараньего рога, чтобы не попасть под связку. Красные хорошо контролируют фигуры черных, выталкивая их короля на крышу. Теперь король препотован, и надо ходить какой-нибудь фигурой. Данный выжидательный ход ставит черных в цукцванг. Они вынуждены расцепить своих советников. Ну а теперь просто идет угроза мата, от которой защититься невозможно. Черные проигрывают. Еще один симпатичный Эншпиль, в котором красные выигрывают с цукцвангом. Обратите внимание, красные снова применяют сдерживание, и черные могут ходить только королем. Ход королем вынужден, потому что если пойти слоном, то мы нападаем и вынуждаем поднять советника. Теперь красные применяют уже знакомую схему. Здесь снова неизбежная гибель советника на связке. Поэтому ход королем. Шах. И красные контролируют движение левого слона черных. Все фигуры черных препотованы, кроме короля. Конечно, он может скрыться на троне, но тогда красные захватывают внутреннее ребро своим королем, и это ситуация полного цукцванга. Черные вынуждены начать отдавать свои фигуры. Однако не надо думать, что в данном эншпиле исключений больше, чем правил. Порой даже в вычурных позициях красным невозможно прорваться. Например, здесь черный король на ребре, но черные слоны удачно заземлены на фланге короля, и этим препятствуют прямой атаке красных. Обратите внимание, в этой позиции проигрывал шаблонный ход королем на трон. Красные просто бы перехватывали внутреннее ребро, и это положение полного цукцванга. Красные выигрывают. Поэтому правила правилами, но в эншпиле тоже необходимо считать варианты. Вроде бы здесь возникает знакомая нам связка бараньего рога, и выигрыш не за горами, но, к сожалению, для красных добиться победы здесь не удается. У черных есть выжидательные ходы. Это ничья. Если бы в данной позиции красная ладья искала счастье на правом, а не на левом фланге, то все равно партия завершилась бы в ничью. Потому что король укрывался за своим слоном, который стоит по донному ряду. Теперь у красных нет шаха, а в ответ на нападение на советника черные просто могут уйти королем. Еще одна позиция, в которой красным не удастся использовать бараний рог черных, потому что черные слоны не пускают ладью на левый фланг, стоя как шлагбаум. Ну и на попытку красной ладьи переместиться на левый фланг, черный король успевает убежать на трон. Черные исправили свою форму, и теперь это явная ничья. Таким образом, ладья, несмотря на всю ее мощь, не является мегамолекулой, разрушающей любую защиту. Однако, если мы добавим к ней одну атакующую фигуру, даже старую пешку, то мы получаем такую мегамолекулу. Черные не должны допускать размена красной пешки на советника, так как ладья выигрывает у любого набора из трех фигур, поэтому черные строят бараний рог. Красная пешка пододвигается к черному королю, несмотря ни на что. Конечно, ее нельзя бить, потому что погибнет правый слон черных, а это переход в выигранный эншпиль. Красные максимально сковали фигуры черных. И теперь следует решающий аккорд. Позиция полного цукцванга. Если же ладья ассистирует любая другая атакующая фигура, низкая или высокая пешка, конь или пушка, то выигрыш достигается еще легче. Теперь давайте перейдем к двум пушкам. Мы уже выяснили на предыдущем уроке, что две пушки, как правило, не могут справиться даже с двумя слонами. Что же ожидать от них в борьбе против полной защиты? Но есть некоторые позиции исключения, где две пушки могут украсть победу. В позиции на экране, которую вы сейчас видите, у полной защиты есть даже пешка, но и это не спасает. Во-первых, черная полностью запатованной небесной земной пушкой красных. Красным остается только изловить черную пешку, не нарушив этой патовой конструкции. Итак, черная пешка перешла через реку. И красные начинают потихоньку опускать ее поближе к собственному королю, который сможет послужить экраном для пушки. Король красных не может уходить с внутреннего ребра, который он контролирует, поэтому пешку надо перехватывать только пушками. Снова выжидательный ход королем, и пешка вынуждена отойти у черных цукцванг. И наша пушка успевает ее перехватить. Теперь мы повторяем трюк с пушечным тандемом. И уже в который раз используем короля, чтобы поставить черных в положение цукцванга. Пешка гибнет, и черные не могут спастись от поражения. Снова цукцванг, и на единственный возможный в данной позиции ход слоном красные отвечают матом пушечным тандемом. Если к двум пушкам добавить советника, то это сочетание становится мегамолекулой. Выиграть этот эншпилю полной защиты нетрудно, для этого красным надо взять под контроль все три дворцовые вертикали. Свободное ребро мы берем под контроль своим королем. Пушки контролируют две оставшиеся вертикали. Теперь остается создать положение цукцванга с помощью выжидательного хода пушкой. Теперь черные не могут перекрыть центр слоном из-за потери советника, а у трех фигур красные выиграют легко. Поэтому один из черных слонов вынужден пойти на край, и этим ослабить контроль центра. Красные моментально сдвигают короля и прицеливаются на советника в горловой точке. Его нельзя защитить. Если уйти королем, то связным оказывается другой советник. Слоном перекрыться нельзя, так как он просто гибнет. Ну а если никак не отреагировать, тогда мы забираем советника в горловой точке и выигрываем данную партию. Красные забирают еще одного советника, бить его королем нельзя из-за мата. И мы получаем уже изученный ранее эншпиль, две пушки и советник против двух слонов. Это стопроцентная победа. Мат Сочетание двух пушек и двух слонов тоже является мегамолекулой. И мы уже с ней сталкивались в эншпиле против двух слонов. В общем-то таковой и будет стратегия победы в данном эншпиле. Нам надо съесть советников соперника одного за другим и свести эншпиль к уже знакомому две пушки и два слона против двух слонов. Конечно, легче сказать об этом, чем сделать, потому что эншпиль довольно тонкий. Сначала мы вытесняем короля черных с ребра и перехватываем его своим королем. Теперь черные вынуждены соорудить бараний рог. Любые другие ходы быстро проигрывают. Например, в ответ на ход слоном мы создаем двойную связку и матуем следующим ходом. На отход другим слоном мы опять же даем шаг. Это двойная связка. Угроза мата. И ситуация цукцванга. Черные вынуждены отдать слона и, в общем-то, это выигрыш патом. Поэтому бараньему рогу нет альтернативы. Тогда следует шаг. Строительство бараньего рога завершено. И мы ограничиваем короля черных, вынуждая ход слоном. Теперь мы припатовываем черного слона на краю, так как пушка по центру создает двойную связку и центральный слон его не сможет защитить. У черных единственный вынужденный ход королем. И вот теперь судьбу Эншпиля решает быстрый маневр красного короля, который с темпом перебегает на правый фланг. Нападение на слона. Его надо защищать. И король связывает советника черных, расположенного на крыше дворца. Теперь угрожает взятие советника в горловой точке на связке. И черные, к удивлению, не могут от этого защититься. Если защитить советника королем, мы сбиваем слона на связке. Если отойти слоном, то слон снова оказывается беззащитным. Если поднять короля по ребру, то это совсем уж плохая идея. Потому что наша пушка тоже перемещается на ребро с угрозой мата. Чтобы избежать спертого пушечного мата, король должен уходить, и мы все-таки сбиваем советника. То есть ситуация абсолютно безвыходная, и черные отдают нам советников. Сначала одного. А потом и второго. Конечно, красные сделали только полдела. Победить двумя пушками и двумя слонами против двух слонов это тот еще квест. Но вы можете найти данный эншпиль в соответствующем видеоуроке, где я объясняю борьбу против двух слонов. В общей сложности победа в данном эншпиле занимает более 40 ходов. Это очень непростое окончание. И, наконец, две пушки могут превратиться в мегамолекулу благодаря всего лишь старой пешке. Сначала мы вытесняем короля черных с внутреннего ребра. Перехватываем его своим королем. Теперь связываем слона и начинаем марш пешкой. И вот здесь следует неожиданный ход. Шах. Теперь очевидно, что бить пешку нельзя из-за спертого пушечного мата. Поэтому остается только уйти. И тогда еще одна неожиданность. Жертва пушки за слона. Шахом. Черные бьют. И выжидательный ход. Его можно было сделать и королем. И красные ставят пад. А вот такая неожиданная победа в данном Эншпиле. Если даже две пушки нуждаются в усилении, чтобы стать мегамолекулой, то что тогда говорить о сочетании пушки и советника? Но, тем не менее, это возможно. Если к пушке и советнику добавить двух слонов и высокую пешку, то получается самая сложная мегамолекула сянцовского Эншпиля. Данный Эншпиль распадается на два типа, в зависимости от того, какую защитную формацию советников выберут черные. Здесь есть два варианта. Бараний Рог и Тыловой Советник. Давайте сначала рассмотрим Бараний Рог. Красным здесь предстоит многоэтапная клещеобразная атака на позицию соперника с целью откусить советника. Причем откусывать его надо даром. Пешку на советников менять нельзя, так как оставшегося материала не хватает для победы над двумя слонами. Первый пункт плана – блокировать Бараний Рог соперника своей пешкой, взяв под контроль перемещение советников. Второй пункт плана заключается в том, чтобы перехватить внутреннее ребро своим королем у короля черных. Для этого надо провести рокировку собственных пушки короля, уже известную вам по предыдущим видео. Красные делают выжидательный ход, чтобы черные расцепили своих слонов. Теперь рокировка оказывается возможной. Шах. Король ушел в центр. И нападение на беззащитного слона. Слоны вынуждены вновь сцепиться. И теперь советник красных отходит, а король контролирует внутреннее ребро. Мы выполнили второй пункт плана. Красные перешли к выполнению третьего пункта плана. Им надо перевести свою пешку на пушечный ряд соперника, не теряя контроля над Бараним Рогом. Поэтому они заранее прицеливаются своей пушкой в советника черных, расположенного на крыше дворца. Третий пункт плана осуществлен. Красная пешка переместилась на пушечный ряд черных, освободив внутреннее ребро для действия собственного короля. Отсюда вытекает четвертый пункт плана. Красные должны перебросить своего короля на правое внутреннее ребро. Четвертый пункт плана. Красные загоняют черного короля на правое внутреннее ребро. Теперь грозит простое взятие советника пешкой. Ход черных вынужден. Теперь пятый пункт плана. Красный король перешел тоже на правое внутреннее ребро, чтобы связывать черного советника. И в этой позиции главным объектом атаки красных является советник, стоящий в горловой точке. Решающий выжидательный ход. Теперь черные вынуждены разъединить своих слонов, ослабив контроль центральной вертикали. И следует нападение на советника, которого, как выясняется, не защитить. Теперь, если черные опускают слона, мы берем одного советника, затем другого и при этом сохраняем пешку. А чтобы победить двух слонов, достаточно пушки, советника и пешки выше первого ряда. То есть это явная победа. По-другому здесь тоже не пойдешь. Если перекрыться слоном, он просто погибнет. Если защитить советника королем с ребра, то будет спертый мат в один ход. А если защитить советника королем с центра, то просто гибнет советник на связке, а потом обязательно погибнет второй. Вот такой насыщенный и стратегический эншпиль. Если вы думаете, что предыдущий эншпиль был слишком сложным, значит, вы еще не видели эншпиль с тыловым советником. Чтобы выиграть в позиции на экране, красным нужно более 40 ходов точного маневрирования. Сначала мы вытесняем черного короля с правого внутреннего ребра. Если в данной позиции они будут упорствовать, тогда взятие, шах, и мы выигрываем второго слона. Это приводит к теоретически выигранному окончанию. Если король попытается защититься, любой выжидательный ход приводит к цукцвангу. Черные вынуждены расстаться со вторым слоном. Поэтому ход королем в центр самый точный. Красные пытаются применить знакомый нам прием. Сделать рокировку короля и пушки, чтобы контролировать ребро королем. А пушка займется своими делами. И черные сами решили добровольно покинуть ребро своим королем по тем же причинам, о которых я рассказал выше. Черные вынуждены перестроить свою защитную структуру в разностороннюю защиту. Они не могут настаивать на односторонней защите. Так как красные используют свою пешку, чтобы разменять ее на двух слонов. Теперь черные не могут уйти из-под связки. Поэтому вынуждены делать ход советникам и проигрывают второго слона, как я уже объяснил ранее. Итак, красные выполнили большую стратегическую цель. Заставили черных перестроиться из односторонней в разностороннюю защиту. При этом красные продолжают контролировать слонов черных. Одного слона контролирует пушка, а второго пешка, поэтому они связаны. Теперь у черных снова единственный ход слоном на край. Например, если сейчас пойти в центр, то опять красные разменяют пешку на двух слонов. А если поднять советника, то красные просто вторгнутся и точно не уйдут без добычи. А теперь, коль слоны черных расцеплены, красные могут осуществить рокировку, захватив королем внутреннее ребро. Шах. Нападение на беззащитного слона. И теперь левое ребро в распоряжении красных. В ответ на шах у черных три нормальных хода, но все они проигрывают. Например, если сместить короля, то шах. Нападение на слона. Еще одно нападение. Связка. Шах. Здесь, конечно, есть варианты, но я их опускаю, потому что разбор станет безумно сложным. Еще один шах. Красные получают земную пушку и двойную связку по донному ряду. И теперь красная пешка бежит к связанному слону черных. Черные в цукцванге, они вынуждены отдать защитную фигуру. Шах. Паровозиком теряется слон. Ну и данного материала достаточно, чтобы выиграть у половины защиты. Пушка, советник, слон и старая пешка справляются с данной миссией. Второй слон красных здесь является даже лишним. Если же черные отойдут советникам, то красные вторгаются во дворец. И чтобы избежать мата, черные вынуждены отдать своего слона. Но мат приходит несколько позже. И, наконец, если в этой позиции опустить советника на дно, то красные тоже вторгаются, препотовывают короля соперника, и выигрывают с цукцвангом, как в уже показанном варианте. С переходом в выигранный Эншпиль против половины защиты. Поразительно, но два коня в сянцы тоже являются мегамолекулой. Почему поразительно? Да потому что ладья сильнее двух коней. Но она мегамолекулой не является. Вот такое сянцовское зазеркалье. Методов атаки в данном Эншпиле не очень много, но два коня применяют стандартный. Это кони, пьющие из ручья. Сначала надо вытеснить короля соперника на ребро и ограничить его конем в кормушке. Два коня с этим легко справляются. А теперь второй конь устремляется на помощь первому, на правый фланг. Теперь, используя технику кони, пьющие из ручья, красные выигрывают слона черных с вскрытым шахом. Иминус! Андрейс! Иминус! ż Ну и дело заканчивается вот таким матом, потому что три фигуры не имеют никакой устойчивости против пары коней. Сочетание коня и пушки тоже является мегамолекулой, хотя реализация перевеса в данном эншпиле требует определенной точности. Сначала красные должны перехватить правое внутреннее ребро своим королем, а потом накинуться конем и пушкой на левый фланг черных, используя угрозу конно-пушечного мата и отщипывая советников соперника. Угроза конно-пушечного мата. Связка по центру. Если сейчас черные снова возвращаются на внутреннее ребро, то в атаку идет конь. Шах. Интересный маневр пушкой через левый край. Красные загоняют короля черных на крышу и берут под обстрел горловой ряд с угрозой мата в один ход. Черные вынуждены реагировать, и тогда пушка перемещается на правый фланг. Теперь от мата конем нет никакой защиты. И черные проигрывают. Поэтому в этой позиции лучше не трогать короля, а опустить слона. Ну тогда красные захватывают внутреннее ребро своим королем. Шах. И еще один хитрый шах. Теперь нельзя отходить с советником, потому что последует отход пушки на край с неизбежным конно-пушечным матом. Поэтому единственный нормальный ход это отход королем. И красные отщипывают одного советника. Теперь второй советник остался без пары, он совершенно беззащитен. И опять же, нельзя спасать советника из-за угрозы конно-пушечного мата. Черные вынуждены его отдать. А как мы уже разбирали в предыдущих видеоуроках, кони-пушка являются молекулой победы для данного эншпиля. Они легко выигрывают у двух слонов. Три пешки тоже являются мегамолекулой, если две пешки стоят как минимум по четвертому ряду, то есть являются высокими. Это обусловлено выигрывающим планом данного эншпиля. Одна пешка должна вторгнуться на слоноглазную позицию горлового ряда, а две других пешки при поддержке короля должны организовать штурм с противоположного фланга. А поэтому, если пешка расположена ниже четвертого ряда, она не может перейти на противоположный фланг и осуществить задуманное. Но здесь у красных все нормально. Используя силу короля и двух пешек, красные вторгаются в углодворцовую позицию. Такое положение пешек называется «Два дьявола, стучащиеся в дверь». Решающую роль в этом окончании выполняет король, перемещаясь на свободное ребро, чтобы помочь своей пешке замотовать короля соперника. Если бы черные не жертвовали своим советникам, то мат был бы немного другой. Иногда создается ситуация, когда пешка сильнейшей стороны не может проникнуть в подмышку или слоноглазную позицию. Но в данном случае красные все равно выигрывают. В данном случае решает хитроумнейший маневр красной пешки на край. Теперь слон черных, расположенных по донному ряду, припотован, и черные вынуждены походить вторым слоном, пропуская красную пешку на дно. Шах. Теперь король соперника извлечен. Если пойти на трон, то мы продвигаем вторую пешку. И теперь черные неизбежно проигрывают. Но и ход на ребро не спасает, потому что вторая пешка возвращается к своей главной миссии. И черные неизбежно будут замотованы на следующем ходу. Если одна из пешек красных расположена рядом ниже, чем положена для победы, то вполне возможно, что выиграть не удастся. И в данной позиции черные не берут пешку в ответ, потому что тогда они пропустят вторую пешку к себе во дворец, а хладнокровно поднимают короля. Черные делают выжидательные ходы, и партия заканчивается в ничью. Если три пешки являются мегамолекулой победы, то логично предположить, что если заменить одну пешку на фигуру посильнее, например, коня или пушку, то мы получим новые мегамолекулы победы. В реальности это так и работает, а коню достаточно одной старой, одной высокой пешки, чтобы стать новой мегамолекулой. Красные блокировали левого слона черных и двух советников. Король тоже не может двигаться, поэтому черные в цукцванге. У них единственный ход правым слоном, и красные продвигают свою старую пешку. Без нее они не справятся. Нападение, но еще одно продвижение. Черным приходится бить эту пешку, потому что иначе красные дадут шаг конем и продвинут пешку на трон, окружая черного короля. Ну а дальше красные забирают советника. И мы получили уже известный эншпиль конь и старая пешка против двух слонов. Здесь черные находятся в положении цукцванга, и следующим ходом либо отдадут слона, либо получат мат. Чтобы превратиться в мегамолекулу, пушке нужна низкая и высокая пешка. Дадут шаг конь и старая пешка. В этом эншпиле пушка неплохо справляется с ролью третьей пешки, поэтому выиграть не так уж и сложно. Тем более, пушку можно разменять на двух слонов либо на двух советников, а еще черным надо очень аккуратно играть, чтобы не получить спертый пушечный мат или не влезть в какую-нибудь двойную связку. Надо отметить, что в некоторых особенных позициях пушка может справиться с полной защитой и при помощи одной пешки, поэтому напоследок мы рассмотрим несколько известных этюдов. В позиции на экране красные начинают и выигрывают. Пушка создает нулевую связку на короля черных, ограничивая возможности защитных фигур. но у черных есть выжидательные ходы. Красный король, пользуясь своей пушкой как шлемом, перебегает на правый фланг, чтобы организовать решающую атаку. Это угроза мата. единственный ход, чтобы от него защититься. Если сыграть по-другому, то шах и мат. Вынудив ход советника в центр, красный использует короля, чтобы связать его. конечно же, черные не могут пойти здесь в центр своим слоном, потому что будет двойная связка и мат несколькими ходами позже. Поэтому в реальности у черных маловато выбора. и теперь следует удивительный ход пушкой, который заставляет черных пойти в центр под двойную связку. Конечно, нельзя ходить краевым слоном из-за спертого пушечного мата. Черные вынуждены ходить в центр и теперь двойная связка и мат, который я уже показал. эта техника, если вы помните мой курс самцы для начинающих, называется железный болт. Следующий этюд очень отличается от предыдущего. Здесь красные просто перебивают всех защитников черных одного за другим, чтобы в конце поставить пат. Итак, взятие. Ну, конечно, черные не могут брать в ответ из-за пата в один ход. Поэтому они поднимают советника. Тогда двойная связка по донному ряду. Ход назад. В ожидательный ход. Красные поедают еще одного защитника. Красные могли бы съесть и советника. Это тоже вело к выигрышу. но они предпочли более эффектный путь. Ну, и теперь стандартная победа, как в эншпиле пушка и пешка против слона. Это пад. я вас от всей души поздравляю, если вы досмотрели это длинное эншпильное видео до конца. А что я могу сказать в утешении всем претерпевшим, делать это видео было гораздо сложнее, чем смотреть. И все-таки, если кроме шуток, надеюсь, что вам понравилось. На сегодня все. До свидания.